Аллилуйя! Иисусу слава, спевая Вильна, Украина, Аллилуйя! Доброе утро, друзья, братья и сестры! Привет всем с Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя! Сегодня молитва у нас, сегодня словословие, да, сегодня 22-е уже число, слава Богу! Августа, да, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо! Благословен Господь! На днях праздник, вообще в эти дни празднества, День независимости Украины, поэтому мы тоже как бы и в церкви на служение, тоже 25-го числа будем молиться за Украину, будет такая соборная молитва, за Киев, за Украину, о духовном пробуждении, здесь еще большим и большим расширяющимся этом пробуждении, слава Богу! Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья, братья, сестры, Аллилуйя! Иисусу слава, Иисусу слава, луная песня над Схилом и Днепра, Иисусу слава, Иисусу слава, спевая Вильна Украина, Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благослови Божий всемогущий! Сегодняшним этим утром благослови Господь Киев, благослови Украину, благослови Господь всю нашу истрадавшуюся землю во имя Господне, благослови Господь Божий Израиль, благослови Иерусалим, слава Тебе, Господь Бог всемогущий, слава, слава, слава и хвала! Аллилуйя, Аллилуйя! Все народы, все племена до Вас хвалят имя Господа! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо! Братья, сестры, кто подключается, подключился, сегодня рассуждаем также о теле и крови Христа. Роман здесь написал, да, пасы Сергий, благослови Вас, Господь, и даруй полную благодать, я к Вам так и всем ридным. и котам. Дякую, дякую. И вид котив, тоже дякую. Вид всей нашей родыны, дякую. Я есть млаза, а вы ветви. Вот эти слова Иисуса сегодня, вот они, да, цитирую как раз, слова, записанные в Евангелие Таана, 15 глава, 5 стихом, но там вообще все начало главы, и оно там вот как раз в таком ключе, потрясающем, как раз вот лоза, ветви, великий виноградарь. И когда при хлебопроломлении молюсь, я часто вот как раз вот так вот тоже обращаюсь к Богу, как к великому виноградарю. Спасибо тебе, Господь. Он в индийском великий. Аллилуйя. Аллилуйя. Он на самом деле великий. Вот. И здесь у меня в закладочках сейчас место из Писания, как раз вот это. 15 глава Евангелия от Иоанна. Вообще, Иисус – это великая тайна. Библия – великая тайна Нового Завета. Вот. И эта тайна раскрывается в человеческом роде, да, на протяжении всей Библии. Света тоже подключилась, да, шалом, дети, любви, Бог, благ и вовек милость Его. Аминь, аминь. Вот. И, друзья, начиная от бытия до откровения, на всем, в протяжении всего священного Писания этих текстов, да, раскрывается также тайна Иисуса. И на протяжении всего развития рода человеческого тайна Иисуса раскрывается таинство Его имени, таинство Спасителя. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. В Новом Завете много таких текстов, которые, вот, они еще в большей степени удивительно так вот раскрывают тайну Иисуса, тайну нашего спасения, таинство само это. И вот слова Иисуса, 15 глава Иоанна, читаю. Я есмь истинная, аллилуйя, виноградная лоза, а отец мой, виноградарь, вот. Кстати, в Киеве есть такой район, он так и называется, кстати, виноградарь, да. Вот, там тоже когда-то снимали квартиру. Вот, значит, и там на границе прям как раз район, виноградарь. Вот, и я помню как раз это, давно это было, еще 97-й год, да, 97-й как раз, только приехал в Украину на Святошине, а потом в виноградаре вот в этом. Интересно так, значит, утром встаю, значит, и там довольно такой проспект, там, значит, там улица, еще такая шумная постоянно, вот, и надпись виноградарь, такая из окна видно, слава Богу, виноградарь, да. Вот, отец мой, виноградарь, я-то вставал там, помню, утром написано, и говорю, да, отец мой, виноградарь, аллилуйя. Да, красивое название, здесь это одного из районов Киева, но я сейчас не на виноградаре, я сейчас на лесном, вот, это другая сторона Киева. Но по-прежнему, вот, вспоминая о том времени, да, то благодарю Бога за виноградаря, вот, и люблю очень виноград, и действительно это тайно. Сегодня, сегодня даже на фейсбуке, на основной странице, опубликовал, как раз, картинки. С виноградом. Здоров во имя Господня, во имя Иисуса Христа. И картинки с виноградом разным, желтый, красный, черный, очень разный, зеленый, очень красиво, конечно, очень ярко, потрясающе. Вот, и когда в Грузии бывал, редко бываю в Грузии, к сожалению, не часто, но намереваюсь, молюсь о следующей поездке на Кавказ, молюсь, ну, не только в Грузии, конечно, тоже, и в Армении намереваюсь тоже побывать, потому что был только лишь там однажды. Там, в сути, тоже очень хорошие виноградники, но в Грузии это что-то удивительное. Вот эта вот, там, долина такая большая, привозили меня там, она вся сплошной виноградник вообще. Кахетия потрясающе, впечатляющая, вот, она сплошной виноградник для меня, вот, как бы ассоциация такая, не знаю, с того времени. И тоже молились, как раз там, в Кахетии, вот, в доме родительском у Иоанна, да, значит, у нашего Зураба, то как раз вот удивительно, тоже такой тост поднимали, что отец наш виноградарь. Виноградарь. Отец наш виноградарь. Я есмь истинный виноградный лоза, поэтому на молитве, когда преломляем хлеб, вот, сейчас вот как раз над литургией работаю, вчера, сегодня, вот, такой укороченный вариант нужной литургии. Мы об этом с братом Андреем как раз беседовали в эти дни, вот, и я учусь краткости, и поэтому, а литургия, она большая, она красивая вся, вот, как бы, даже жалко что-то отрезать от нее, знаете ли, но необходима такая, я так понимаю, на самом деле, краткая еще литургия, так, получасовая, часовая, вот, и поэтому надо еще-еще сократить. А когда возможность есть полной литургии, конечно, будем служить, значит, вот, Январь Твоустов, да, Якова, значит, Василия Великого, там разные есть списки литургий. На Востоке, там, десятки разных список литургий. Вот, но нужна короткая такая вот повседневная такая литургия, особенно, допустим, когда вот в утренний час, да, или вечером после рабочего дня, вот такую литургию совершать, допустим, в кругу семьи, в семьи, допустим, каждый верующий, чтобы совершал, как священник. В храме, да, ну, на служении, там, значит, да, там есть ответственные лица, да, есть там и бископы, священники, дяконы, значит, да, клир, то есть те, кто, значит, ведут вот это служение, да, уполномоченные общиной на это, значит, и помазанные Богом на это, а в каждом призванные, да, к этому и через рукоположение поставленные, а в каждом семействе, как вот в домашней домовом храме, домашней церкви, то, ну, муж проводит с женой, с детьми, вот, и преломляет хлеб, и вот нужна такая краткая литургия, потому что такая каждодневная литургия, такая простая, вот, и тоже прошу ваших молитв, вот, я прошу Господа мудрости, потому что Яков пишет, брат наш, да, что Бог дает просто, без упреков, у кого не хватает мудрости, пусть просит, и Бог дает просто, без упреков этой мудрости, вот, я тоже на основании этого слова прошу, Боже, дай мудрости, Боже, потому что не хватает мудрости в этом, вот, кратко излагать вот эти вот мысли и послания, и в литургии, И помоги Господь Боже найти эту краткость и донести до народа. Знаете, друзья, у отца Георгия Кочеткова был хороший опыт. Был, потому что сейчас этот опыт не развивается, к сожалению. Но в начале 90-х был очень хороший опыт. И, конечно, отец Георгий сейчас служит тоже, но уже не тот, конечно. Жалко, конечно, его очень сильно. Сломали его. Вот, сломали через колено, да, хребет ему надломили, религиозники, политики. А в начале 90-х он в Москве молодец, в районе Чистой пруды бывал я у них в храме. Это было потрясающе. Я был простым сельским священником тогда. Ну, это 93-94 год. И служа там в Рязани, я в Москве часто бывал. В 91-м году еще служил священником в самой Рязани, когда и то вообще часто в Москве бывал. И вот, интересно, у них опыт был такой литургии, краткой литургии, еще и домашней, домашней такой, как бы, литургии, да. Они не называли это, но это была литургия. Потому что был узнаваем, ну, какой-то костяк литургии традиционной. И это прекрасно было. Как я вот, знаете ли, сейчас понимаю, это было прекрасно, потому что православные становились именно христианами. Православные христиане, обычно мы говорим, но чего греха таить, подавляющее, подавляющее просто, подавляющее большинство православных христианами не являются. Околохристианами, да. Околохристианами порой, в лучшем случае. А чаще всего даже антихристианами, нехристианами, или что-то за место христианами, да. В этом смысле анти. Вот, но, знаете, я видел в Москве на примере, там, с одной сестрой, там, Ольгой, познакомился с другими, там, сестрами, братьями, которые вели тоже подобные вот эти вот такие служения, собрания домашние. Я был удивлен, конечно. Вот, это было, по сути, возрождение православия, как христианство именно. Потому что сейчас, допустим, акцент на чем обычно? Вот, возрождение православия, как религии, как конфессии, как, значит, направление христианства, допустим, ладно. Но там я видел именно возрождение православия, как христианство. Христианствоцентричность, это потрясающе. Жалко я в то время, так вот, ну, как бы мне казалось, это слишком, наверное, радикальным даже отца Георгия, значит, вот его устремления такие и опыты. Ну, а перед тем еще у отца Александра Борисова Георгий, тоже Чистяков, уже покойный, уже. Вот, хорошие московские священники, прекрасные товарищи, прекрасные друзья. Знаете, и, конечно, я на братьев смотрел и тогда удивлялся, ну, у себя в церкви, там, в храме своем, где я служил настоятелем, был настоятелем в Рязани, в Рязанской области, значит, да, то я такие смелые литургийные эксперименты, конечно, не ставил. Нет, только лишь, там, в 94-м, 95-м годах я попробовал такие вот некоторые русифицированные тексты, и то там архиерей так благоставил, но искосо смотрел все-таки на меня, значит, потому что в Брянской тогда, в 95-м уже Брянской епархии я был единственным, кто пробовал подобные вещи. Вот, контакты с протестантами, вот, и я пошел даже на некоторую, там, хитрость, потому что понимал, что архиерей, вот, наш тогда архиепископ Мелихиседек, он прямо не благоставит никогда подобные мои, вот, устремления. Поэтому я, значит, там и общение с протестантами, и вот такие эксперименты положил чуть ниже, и, а сверху ложил как раз вот предложения такие, я понимал, его больше интересуют материальные такие вещи, проекты такие, вот, что нужна библиотека, нужна литература, значит, там, больше миллиона рублей, значит, ну, по тем временам, вот, для нашего прихода большие деньги, значит, и нужна, вот, помощь, а епархия помощь не выделяет, значит, значит, кто еще, спонсоров особенных не было, вот, но у протестантов есть возможность помочь литературе на такую сумму даже еще больше, чем, вот, значит, я разведал уже все там у них, вот, значит, и вот я сверху положил, и архиерей там благостоил, все, и вместе, я ему, конечно, вскользь сказал и о литургийных экспериментах, и общениях с протестантами, значит, на их служениях, но архиерей все в куче сразу благословил, и, в общем-то, я был очень рад, ну, пошел на некоторую такую хитрость, к сожалению, а может, к счастью, не знаю, но мне это помогло тогда, потому что я уже бывал, когда на собраниях у протестантов, я уже тоже, если кто-то из священников там мне что-то там по этому поводу там возражал, то я говорил, архиерей благословил, благословение отправивающего архиерея, все, значит, да, я был, значит, вот, и вкратце изложил, он благословил, но тогда уже вопросов у них не было, чуть не дальше будет. Вот, значит, и интересно, конечно, было, вот, на самом деле протестанты помогли, значит, нашей православной библиотеке тогда, приходской, значит, там и огромное количество литературы дали, значит, там, и харизматы, и песятники, и баптисты, и адвентисты, слава Богу, за братьев, значит, да, это 96-й год был уже, да, вообще-то, а перед тем был мой такой опыт литургийный некоторый. Вот, и сегодня, совершая литургию такую в домашних условиях, тогда были годы поиска еще, сегодня, совершая литургии в домашних условиях, я говорю на самом деле, что центром нашей литургии, да, нашего, вот, служения этого, сам Иисус Христос. Вот, как Александр Мень говорил правильно, что именно христоцентричность и в православии, и вообще в целом в христианстве должна быть христоцентричность, вот, без этого никак. Это как, действительно, панацея для нас, панацея для церкви, для тела Христа, от всех недугов и я. Как для каждого отдельного верующего, да, значит, это спасение, это панацея, так и для общин, там, и прочее, вот, конфессии, динаминации, и для всего тела Иисуса Христа, для всей церкви Божьей вкупе, это как раз панацея, исцеление. Спасибо тебе, Господь. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Аминь. Вот этот текст хочу как раз сегодня тоже донести. Слава Иисусу Христу, Александр пишет, да, за его любовь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Так что, друзья, вот, совершим тоже онлайн Евхаристию такую. Вот, преломим хлеб, возьмите хлебушек, налейте себе виноградный сок. Если нет, то любой сок пойдет, или же там, допустим, просто, я в домашних условиях чаще всего просто беру воды и хлеба. Вот, значит, не знаю, кока-колу, значит, там, ну, что угодно. Вот, значит, и самое главное, чтобы, вот, в три части не качество вина или хлеба, а качество нашего рассуждения о теле крови Иисуса Христа. Или же даже, когда, вот, я говорю много раз, что бесконтактное причастие я тоже практикую. То есть, когда где-то там в троллейбусе, в автобусе, там, ну, в общественном транспорте, в толпе людей, в шумной, казалось бы, да, значит, но в шумном большом городе, но ты можешь войти, действительно, в свою комнату эту и пребывать с отцом, и ничто не помешает вам абсолютно. Вот, и совершаю Евхаристию на престоле моего сердца, жертвенники моей души, разума моего. А каким образом? Размышляю о теле крови Христа, воспаряю умом Господу, вот, и, действительно, рассуждаю о таинстве тела и крови Христа. И, да, это свершается Евхаристия, свершается причастие тела и крови Господа Иисуса. Это правда. Вот, и, больше того, вся наша жизнь, это одна вот эта сплошная Евхаристия, одно это причастие, хлебопреломление, хлебопреломление, так мы еще и именуем это. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной. Благословен Господь. Благослови сегодня, Боже, это хлебопреломление, онлайн, вот это причастие Евхаристию, рассуждая о теле крови Твоих, рассуждая о великой тайне тела и крови Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. И ранами Иисуса Христа, кровью Святой Господа нашего, действительно, произошло это спасение, удивительное спасение. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословен Господь, благословен Бог наш. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Благодарю Тебя, мой Бог, Ава, Отче, Бог Авраама, Исаака, Якова, Аллилуйя, Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Искупитель и Освободитель мой, Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, Слава Тебе, Святой и Праведный, Бесчисленных миров, Господь, Единый Царь над всей вселенной, В Твоих руках мой дух, душа и плоть, Спаситель, Ты венец мой вожделенный, Под сенью крыл Твоих спокойно я живу, Как пташка малая в Тебе я безопасен, В объятиях Твоей божественной любви тону, Как наш союз любви прекрасен. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, Спасибо, спасибо, спасибо За тело и кровь Его. И единение с Богом, Свершаемое в этом таинстве, В Нем, Это наша жизнь, Вся наша жизнь, Вся наша судьба, Единение с Ним. Я и Отец одно. Вот, как можно кратко, Краткими словами выразить суть Литургии, суть Евхаристии, Причастия, Суть всей нашей жизни, Верующего человека, Жизни христианина. Я и Отец одно. Спасибо Тебе, Господь, Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, друзья, братья и сестры, Дамы и господа, Помазанники Божьи, Чадо Его возлюбленные, Возьмите себе хлеба сейчас И рассуждайте о теле крови Христа, Господа нашего. Вот, совершая это причастие, Его можно совершать и так вот один на один, Или вот так вот сейчас я выхожу в эфир. Иногда отключаюсь на этот момент, Но, не знаю, Як дух поведай, Как говорят писательники здесь в Украине. Пусть Господь ведет нас сейчас В этом причастие. И возьмите себе хлебушка, Возьмите, налейте себе воды или сока И Приломим хлеб. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за таинство, Тело и крови Твоих. Благодарю Тебя, Господь. Великий виноградарь, Благодарю Тебя За лозу небесную, Иисуса Христа, Праведника. Благодарю Тебя, Господь, За хлеб с небес сошедший, Агнца Твоего, Тело Иисуса Христа, Кровь Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Аминь. Спасибо. Я и Отец одно. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо. А Ты – это Я. Я – это Ты. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Это Я – это Ты. Это все святые и верные чада Божьи по всему лицу земли. Независимо от наших конфессий, динаминаций, культур, религий, традиций. Есть кровь Христа. Есть спасенные души. Аминь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Слава Христа. Кровь Христа исцелила меня. аллилуйя слава и хвала за кровь твою слава и хвала за жизнь твою слава и хвала за кровь твою иисус христос спасибо господь спасибо спасибо драгоценный спасибо спасибо боже всебогущий благословен спаситель наш благословен господь бог наш аминь 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 друзья причастников причастниц всех поздравляю с притечением святых христовых тайн тела и крови господа нашего спасителя иисуса христа благословляю всех вас возлюбленные кто подключался кто подключился да здесь тоже замена писала доброе утро дорогой брат сергей будь благословен слава иисусу христу велик господь аминь аминь александр тоже написал благодарю господь за твои страдания аминь аминь лия аминь аминь а перед тем еще и роман и марина воскликнули аллилуйя слава тебе господь да у нас вот такое даже собрание получилось не некоторые слава богу пусть господь благоставит да потому что церковь действительно есть столб и утверждение истины это тело и кровь господа иисуса христа спасибо тебе господь спасибо спасибо благоставляю свою семью сейчас благоставляю всех братьев сестер благоставляю ваши дома родных ближних с богом с миром божьим и и пусть на ваших рабочих местах каждого из нас бог благословит во имя господне да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь 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 из города киева с нашей киевской архипископии реформаторской православной церкви христа спасителя с христианским приветом благоставляю всех вас радуйтесь еще говорю радуйтесь аллилуйя славьте господа ибо бог благ ибо вовек милость его славлю тебя господь ибо ты благ ибо вовек милость твоя аллилуйя слава тебе господь слава тебе аллилуйя до божьей милостью архиепископ сергей журавлев благоставляю всех вас братья и сестрички сегодня вечером 6 часов вечера продолжим да значит подключайтесь значит скорее всего буду продолжать тему начну и вчера вечером вот значит о праздниках уже завтра утром 5 утра в 6 утра подключаюсь я онлайн ну кто может пораньше тоже 5 утра начинаю тоже вот хотя можно попробовать даже включиться онлайн принципе там просто чтение слова я просто читаю слова даже без комментариев хотя можем вместе даже почитать принципе хорошо благоставляю всех вас с богом славы те господа и